Главной темой очередной еженедельной планёрки в администрации города Чебоксары, которую провёл глава администрации Алексей Ладоков, стал вопрос об исполнении бюджета города Чебоксары за первое полугодие 2019 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы бюджета города увеличились на 4,4% или на 199,6 млн. рублей. Безвозмездные выступления составили в сумме 2,909,5 млн. рублей или 35,2% утверждённым годовым назначением. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы увеличились на 6,7% или на 183,9 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета города в целом составили в сумме 1,788,4 млн. рублей или 40% к утверждённым годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, доходы увеличились на 0,9% или на 15,7 млн. рублей. На совещании также обсудили о ходе проведения капитального ремонта муниципальных учреждений образования, культуры и физкультуры в 2019 году. В текущем году в системе образования для капитального ремонта выделено 130 млн. рублей. Капитальный ремонт идёт через финансирование 50 на 50. Основным крупным объектом является школа номер 61. На сегодняшний момент все ремонтные работы завершены. Проводятся работы по установке оборудования и проведению необходимых мероприятий. Открытие школы будет проходить в рамках Дня города. Школа номер 18-33-39 также проводится в рамках капитального ремонта на условиях софинансирования 50 на 50%. На сегодняшний момент работы во всех трёх школах ведутся. До 15 августа также определён срок завершения работ. В этом году проводится большая работа по ремонту пищеблоков в 12 дошкольных образовательных учреждениях. На сегодняшний момент к работам все приступили. До 15 августа также срок обозначен завершение работ по пищеблокам для того, чтобы было организовано горячее питание. Также 4 июля на сессии Государственного совета был рассмотрен и изменён законопроект Чувашской республики об административных правонарушениях. Была добавлена норма по размещению транспортных средств на озеленённых территориях, таких как газоны, цветники, детские и спортивные площадки, площадки для выголов животных. Были определены размеры штрафов на физическое лицо – это от 1 до 2 тысяч, на должностных лиц – от 2 до 5 и юрлица – от 5 до 20 тысяч рублей. Естественно, предусмотрены и увеличения штрафов в связи с повторными нарушениями – это от физлица – от 2 до 5, должностные – от 3 до 7 и юрлица – от 20 до 50 тысяч рублей. Данный закон вступает в силу с момента подписания главой Чувашской республики и официального опубликования. Анна Гаврилова, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.